Хроника Счастливых путешествий Первый вопрос из твоего же анонса. Передача «Что вы можете» я уже немножко не помню о чем это. Это из моего детства. Немножко расскажи, что это такое. Была передача о чудных или чудных изобретениях. Таких вещах, которые тогда о бизнесе не говорили, а что-то кто-то придумал. Я был участником сюжета о веломобилях. Это трехколесные велосипеды, четырехколесные велосипеды для взрослых людей, детей. Тогда это было еще развлечение. Это было хобби, было развлечение. Никто не собирался внедрять это в Сирию. Да, это тогда не было бизнесом. Теперь это так объясняемое. Слово объясняющее все. Это было хобби, это было интересно, это было чудачество. И покойный Захарченко там выступал всегда. И чудаки-изобретатели. Как бы никаких промышленных дел, а просто... Ну, вообще что-то у кого-то, что-то серьезное вылилось? На сегодняшний день тот сюжет, который существовал про веломобили, привело к тому, что хобби стало специальностью. Человек, который в России этим занимался. Потому что таких людей было не очень много. Кто-то в Прибалтике, в городе Шауляе, там велосипедная такая зона была. Кто-то в Нидерландах, кто-то с чем-то... Кто делал эти вещи, кому это было интересно. Это вылилось в солнцемобили в Австралии. Ну, как бы это переросло для моего друга и партнера. Это стало специальностью и жизненной профессии. Теперь это как бизнес. Это и отдых, и развлечение в парках культуры. И поездки, и путешествия по городам и весям. Золотое кольцо России объезжается на веломобилях. Раньше это был тур Москва-Шауляй. А теперь только внутри России. Слушай, а вот изобретательство, это пожизненно или проходит, как в юношеские стихи пишут? Ну, наверное, есть вещи, которые являются состоянием души. То есть, пишут все, как все собирают спичечные этикетки, как все что-то делают. А потом это переходит или остается, и этим занимаются всю жизнь. И, как однажды я писал в журнале, коллекционирование – это вещь такая. Кто-то раньше собирал марки и спичечные этикетки, но монеты все собирали. А потом оказалось, что есть люди, которые собирают дорогие автомобили. Когда подросли, стали понимать. Потом оказалось, что кто-то собирает картины тоже. Ну, с возрастом какие-то серьезные коллекции бизнеса. Кто-то коллекционирует женщин. Ну, у каждого свое. То есть, ты хочешь сказать, что собирательство – это такая… Изобретательство. Оно как бы по жизни… Нет, я говорю, изобретательство – это одно из таких основополагающих черт человека. Ну, это составляющая. Одно дело, как говорил покойный Соловихин, есть третья охота. Есть кто-то собирает грибы, кто-то собирает… Там, любит удить рыбу, кто-то что-то. Кто-то копит деньги, покупает рыбу и грибы. Слушай, ну, а вот такой же вопрос по предпринимательству. Ты же у нас почетный предприниматель, да? Да, я и в настоящем членом… Вот как? Это тоже надо родиться таким, или… Это получается так, что вот, к сожалению, велика повернулась все так, что жизнь привела к тому, что заставила людей поменяться самим и психологически, и психически, как угодно. Но когда, войдя в эту жизнь как инженер, как главный конструктор завода, на тот момент я попал, как все, в кооперативы, даже чуть-чуть в шоппинг. Ну, все шли через торговлю в предпринимательство. Не развилась у меня торговля, ничего. Я все-таки производственник, я настоящий инженер. Для меня организация какого-то бизнеса – это бизнес. И будь ли то производство кожаных поясов, или производство первых в мире сумок кожаных из кусочков. Резали кожу на кусочки, сшивали и продавали. Но увидеть эту идею новую какую-то и продавать – это организация производства, а не торговли, не перепродажа. Вот это было. И со временем пришло к тому, что кооперативы – кооперативами, а потом магазины. Опять же, магазин не торговал, а организовывал этот бизнес. Это был не магазин, а инженерный центр. Когда приходили люди, собирали рекламу, я так посмотрел, подумал, и когда стечение обстоятельств привело к тому, что торговля рушилась по разным всяким обстоятельствам, я придумал журнал. И тоже это бизнес, который был придуман, организован и просуществовал определенный момент. А что ты делал в центре Дикуля? Ну, я как производственник и изобретатель придумал тренажер для детей инвалидов ДЦП. У них же нижняя часть ноги не работают. И тогда слово благотворительность, все это было так посток поскольку, просто я придумал игрушку коня-качалку и принес ее в Дикулю. И принес батут для ребенка-инвалида, чтобы голова есть, руки есть, а ноги у нее нижняя часть у ДЦПшников, так сказать, атрофирована. И вот дети прыгали, они любят прыгать, это всегда было. И вот они прыгали до бесконечности на батуте, на шине покрытой там, ну, с ручками. А дети, остальные качались на коне-качалке. И получилось, что он говорит, то есть ты такой изобретатель, у меня же проблема. Я говорю, Валентин Иванович, а что у вас? Говорит, я придумал тренажер, но его надо доводить до ума, я не конструктор. Я его придумал, я и не медик, я артист, но жизнь так повернулась. Можешь мне помочь реализовать это дело? Приходи. И я занялся производством именно и привел в соответствие вот эту вот конструкцию Дикулевского тренажера. И, учитывая свой большой опыт жизненный и производственный, организовал производство этих тренажеров. Ну, а сейчас они производятся? Ну, сейчас они, думаю, что производятся, просто прошло почти 20 лет, как это был период жизни определенный какой-то. И есть ли их производство? Сейчас нет. То сейчас тебе уже это как бы далеко. Я просто не знаю, я далеко отошел от этого. А сейчас у тебя, я так понимаю, 12 лет издательской деятельности. Да. Что это такое в тебя включает? Ну, издательская деятельность, как оказалось, включает в себя весь цикл от идеи самого журнала, который я придумал, это журнал «Популярная информация об инструменте», до... А, ну, вот инструментальный мир, да? Да. Ну, тогда был же первый журнал, был у меня «Мир инструмента», так назывался. А потом, ну, неважно, это все об инструменте. Журнал, популяризирующий инструменты, все, что с ним связывают. Но идея была в том, чтобы сделать не журнал об инструменте, не журнал, где купите сколько стоит, и даже не журнал «Самоделкиных», как этим инструментом сделать табуретку, а рассказать о инструменте. За эти годы накопленный опыт и... А можно об инструменте рассказать красиво, хорошо? Вот оказалось, что с перестройкой, со всем, что у нас произошло... На хорошем русском языке. Да, на хорошем русском языке, но есть вещи, которыми, ну, нужно болеть. Мы, к сожалению, начали терять истоки. А мне всегда была интересна история вообще, откуда, когда, что произошло. Легенды существовали самые разные, там, на бензопиле кто-то убегал из лагерей, там, еще... А когда... Я, правда, никогда не пробовал это, задать вопрос. Но если задать вопрос, когда появилась первая русская дрель, то, может быть, на КВН и не смогут ответить. Это к интеллектуальной такой ценности отношение имеет по столько-поскольку. Ну, есть дрель, и есть дрель. А когда одному редактору журнала «Изобретательный рационизатор» я задал вопрос, а ты знаешь, когда была первая дрель? Ну, давно. Ну, ни к чему, ни в КВН же было. А дай какой-нибудь наводящий вопрос. Наводящий вопрос, я сказал, сверлилка. Он говорит, сверлилка? Слушай, сверлилка, это 1800-каловорот, что ли? Я говорю, я говорю о электродрелях российских. Слушай, а правда? А что, не Бош придумал? Не Бош придумал первую дрель. Вот это было основой, раз... А что такое инструмент? Кто рубанок? Что такое пила? Какая? Ну, это интересно. Вот тема популяризации. Причем, на самом деле, это привело к тому, что... Как я называл, придумал, что все знают, чем отличается алмаз от бриллиантов. Количеством граней. Инструменты – это такая интересная тема, которая настолько многогранная, что если говорить об отвертках, да, отвертки бывают шлицев с одним, крестовые, дальше. А дальше там темы развиваются до бесконечности. А кто придумал цепную пилу к бензопиле? Ведь не как таковой, откуда цепь произошла. А как та же дрель, что собой она представляет? Вот там столько много интересных вещей, которые мне удалось привести однажды в систему. И пять лет назад, к своему юбилею, можно так похвастаться, я сделал антологию производства электроинструмента за сто лет. И оказалось, что люди не знают своей истории, не знают, когда была первая российская дрель. Ну, в общем-то, это не бизнес, и в другом бизнес – это продажа инструмента. Кстати, а когда она появилась? Она появилась в середине 50-х годов. Так, точной даты нет, потому что... То есть, до этого электродрелей не было, были коловороты. А электродрели появились, и назывались они сверлилками, и продавались в керосиновых лавках, и всего в двух магазинах города Москвы. Один был на самотеке, другой – известный магазин на улице Киру. И то, о чем я начал говорить, вот пять лет назад я выпустил репринтное издание 100 экземпляров каталога инструмента первого магазина инструмента в Москве, который находился на Мясницкой улице. И так уж получилось, что вот это результат, как такой хороший, интересный был, который до сих пор не существует. Никто не собрал вот такую антологию инструментальную. Люди пробовали, и Бош любит свою историю, и Блэкендекер, и Макита, все это любят. Ну, как бы они оттуда. А вот объединить удалось мне. Слушай, ну, может быть, от этого у тебя есть страсть в коллекционировании? Расскажи про свою коллекцию. Ну, одна, да, как и говорили, однажды было, что собирали марки и монеты, как все. А в инструментальном бизнесе однажды я обратил внимание, что так как бизнес этот шел в Россию из Европы, а европейцы, ну, в основном это немцы, Германия, и становление бизнеса шло, что всегда в любом бизнесе там дружат партнеры, дарят друг другу подарки. И вот я обратил внимание, что дарят галстуки и заколки, и значки. Это сейчас кругом авторовочки там, а тогда был тематический мужской бизнес. И одна очень серьезная фирма, с которой я начинал работать там лет 15 назад, мне преподнесла галстук. Ну, интересно, начал приглядываться. Оказалось, что каждая уважающаяся фирма имеет или галстук, или заколку, или значок. Я эти значки и заколки начал собирать. Потом от значков и галстуков однажды в Англии увидел, что существуют запонки в виде пилы и молотка. Значит, запонки тоже можно собирать. Это привело к тому, что кроме фирм, которые выпускают инструмент, галстуки с изображением инструмента. А потом галстук в виде инструмента, в виде гаечного ключа. А потом пришли галстуки деревянные, галстуки алюминиевые, галстуки кожные. И кованые есть единственные в мире, которые я рассказывал идею о своем. И они у тебя все есть. Все это есть. Это коллекция, а эта коллекция была персональной выставкой по июне культуры однажды, пару лет назад. И на выставках инструментальных, или выставках сувенирных, или выставках ювелирных, заколка для галстука к ювелирке имеет отношение, я уставляю, представляю эти коллекции. Слушай, она должна быть в Кринге рекордов Гиннесса? Московская книга рекордов ко мне долго приставали мои друзья. Я как-то так собирал ее не для рекорда, но они когда пришли ко мне и говорят, слушай, а ведь на самом деле мы пробили. Никто больше в мире ничего подобного не собрал. То есть, по всей видимости, о книге рекордов Гиннесса может быть не дотяну, но на сегодняшний день известно, что чудак, собирающий галстуки с инструментальной... Ну, заявку мы делаем. Легко. Если что, они отопрутся. Уже все. Слушай, ну поговорим, наконец, в тему передачи, о путешествиях. Я так понимаю, что у тебя они в основном связаны с твоей профессиональной деятельностью? Ну, в общем, да, потому что, так как инструмент, тема международная, получается, что я благодаря своему журналу попал и поездил по миру, по выставкам, которые проходят именно по тематике инструментальной. И ездил и в Чикаго, и в Италию, в Кельне, в Европе. Какие страны больше всего запомнились и чем? Ну, честно говоря, такая смешная история произошла со мной в Америке. Она мне как бы запомнилась тем, что когда я летел туда, в Америку, то встретил человека, познакомились, ну, 12 часов лета, разговорились, и пересадка была в Чикаго, час сидели в аэропорту. Когда летел обратно, стереотипом таким, час же еще впереди, в это время на ушах стоял весь аэропорт, потому что меня начали разыскивать, а я не слышу. Я просто себе иду, гуляю, смотрю, приехал. В это время к кому-то обратился, а куда дальше пройти? Меня схватили за руки и бросили в самолет. Я спрашиваю, а багаж? И дверь захлопнулась. Я думаю, ну и фиг с ним, багаж уже давно поместили, все. Не было никакого часа перерыва у меня, ну, с такой хохмой. Вот этим очень запомнилась мне Америка. Я решил больше туда с перелетами, с пересадками не летать. А так впечатления были очень интересные. От Дубая, потому что, ну, любой новый город, любое новое место, выставка, как выставка и клуб, там люди-то, ну, знакомые, потому что это тема. А каждый город новый, это впечатления, которые когда-то только в учебнике географии были. Поэтому, если выдается свободная минута, гуляю, смотрю, очень люблю ходить пешком, очень люблю смотреть. Париж, ну, о Париже знают все, и говорят, что вот увидел Париж, можно умирать. Я так посмотрел на Париж и решил, что хочу в Австралию. Зачем же умирать? Европа, ну, Европа, она как бы очень нас, мы ее напоминаем, она маленькая, компактная. После Нью-Йорка понял, что мы живем в мегаполисе, это большой город, ну, очень большой город. Ну, увидеть и ощутить одноэтажную Америку, это надо вот увидеть своими глазами, об этом только слышишь. А вот она, какая? Небоскребы, это небоскребы. Вилли Токарев, небоскребы. Ну, ты его видел? Да, по Манхэттену, ну, я походил на эту громадину, посмотрел. Нет, я имею в виду одноэтажную Америку. Одноэтажную, так Нью-Йорк одноэтажные, трехэтажные, он же маленький, там нету больших домов, таких как в Москве. Ну, в общем-то, он небольшой, это Манхэттен большой, это такой район. В Бруклине восемь этажей, в основном. И все там, ну, а уже если куда-то отъехал, то есть, ну, все небольшое, все компактное. Так что впечатление, ну, понятно, вот от Америки, от Арабских Эмиратов, очень такие запоминающиеся были. Ну, самое первое впечатление было, самое первое впечатление путешествия, когда попал впервые, выехал за границу в Болгарию. Ну, это были самые интересные впечатления, я понимаю, что это были первые. Мне хватило на год впечатлений рассказывать. А что больше всего запомнилось? А вот все. Ведь и море то же самое. Когда уже второй раз, третий раз там прилетел. Ну, Болгария как Болгария, ничего особенного. А вот то, что она была первой. Очень понравилась Австрия, такая Вена, город красивый, очень красивый, очень интересный. Такой запоминающийся, ну, какой-то он своеобразный. Для меня он отличается и от Берлина, и от Франкфурта, от Вены. Не знаю, ощущениям своим доверяем вкусно. Хотя вот Тель-Авив с Иерусалимом, ну, не знаю, это все-таки, все-таки мы европоизированные люди. И для нас восточная тематика, как экзотика. Когда увидел крышу, такую вот, как обычную, как нашу крышу. Я говорю, что-то здесь не так. Он говорит, ну, хохлу понравилось, говорит, вот хочу как там. Ему снесло это в первое же лето, в первый же ветер снесло. Не бывает крыш, там не строят крыши, они плоские. Или с наклоном, но в определенную сторону. Нет, хочу пирамиды как дома было. Тут же он решился полного этажа. Легко, его рога на нем было. Кем мечтал стать в детстве? Ну, честно говоря, так получилось, что первые книжки мои были там «Дядя Степа милиционер», которые мне читали. И поэтому все хотели быть дядей Степа милиционерами. А вот, когда сам начал читать книжки, одна из первых книг, которые мне в жизни попалась, видно, все-таки судьба, что-то нам готовят какие-то встречи. Это была книга Анатолия Марковича Маркуши. Но попалась мне книга, одна из его книг, человек, который написал больше ста книг в жизни своей, она была мужчином до 16 лет. Тогда еще в науке жизни не было рубрики «Маленькие мелочи». А он уже об этом написал книгу. И эта книга меня как-то чем-то привлекла, хотя, ну, сколько, вот я только читать научился, там, 6-7 лет было. Запомнилась. И прошла практически полная жизнь, и всего только, там, меньше, чем, там, 6-7 лет назад я с ним встретился, и он, увидев мой журнал, работал в нем редактором, сотруднировался со мной. Но получилось так. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Вот это по встрече. Следующая книжка, которую я искал, попалась мне, это была книжка «На взлет». И вот, прочитав эту книгу, еще не было космонавтов, а уже летчики были. И я, ну, как многие, мечтал летчиком стать. Вот такая книга. Привело к тому, что я закончил Егорьевское авиационно-техническое училище. И летчиком не стал, как шутили, все заносил хвосты самолетом. Вот, это заправка, это техническое обслуживание самолетов, аэропортов. Вот, ну, как бы к самолетам всегда, к полетам, к летчикам относился тепло, душевно. Это всегда грело душу. Так уж получилось. Ну, совпало отец моего верного друга и товарища школьного. Он в авиации много лет проработал. И, наверное, это тоже повлияло, что мы с моим другом пошли, он закончил это училище. Ну, то есть, так, просто как человек, который умел рисовать и любил эти вещи, я попал в проектный институт и уже не в авиацию летную, там, в обслугу, а я стал проектировщиком, конструктором-проектировщиком. Ну, теперь поговорим о своем новом журнале, вот тут у нас лежит, называется он «Клуб Исот. Культура, искусство, стиль, мода, образование, творчество». Вот так расшифровывается все это. Вот так он выглядит. Что, собственно, тебя подвигло, так сказать, от такой... Ну, два момента. Чисто инструментальной темы. Да, два момента. Пройти в культуру, скажем так. Ну, скажу так, что стечение обстоятельств... Там, кстати, есть рубрика «Путешествия». Да, есть и «Путешествия», немножко, чуть-чуть, там, в инструменте вскользь, но совпадение, вот, как говорят обычно, ничего случайного в жизни не бывает. Ни для кого не секрет то, что произошло пару лет назад, когда грохнул кризис и начало все рушиться, разорение, разоряться. Первые, к сожалению, деньги, которые мгновенно обрубили все, это деньги на рекламу. О чем начали, так сказать, экономить. А журнал – это частное издание, поэтому я существовал. За мной олигарх никогда не стоял. Я существовал только на деньги рекламодателей своих. А бизнес инструментальный – это не нефть, не газ. Это бизнес, но там начались тоже свои проблемы. Как сказал мне один очень интересный человек, он занимается ювелирным инструментом. Он говорит, слушай, если раньше все выбрасывали, теперь стали ремонтировать. Ювелирки свои законы. Освободилось время, освободилась, предстала возможность подумать, а сделать ли что-нибудь или залечь. Ну, по натуре, я не люблю лежать, и поэтому подумал, подумал. Может быть, запустить какой-то новый проект. А за годы работы у меня, за годы издания журналов, у меня накопился огромный банк очень добрых, хороших, знакомых, интересных людей, с кем я встречался по жизни, которым, как таковая тема инструментальная, была по стопу поскольку. А они жили другой жизнью, как у нас система же клубная, все живут как бы с определенными секторами рынка. Очень много писателей, очень много знакомых, очень много художников, талантливых мастеровых людей, настоящих мастеров. Причем не папье-маше, хотя это тоже тема, но это дерево, стекло, все натуральные материалы. И я так подумал, посоветовался, почему бы не объединить и не расширить этих людей в одном издании, и расширить рубрику, потому что всю жизнь в инструментальном журнале я делал рубрику «Клуб мастеров». Это клуб людей, мастеров с большой буквы, которые занимались именно тем, что делали какие-то уникальные, эксклюзивные вещи. Но не табуретки, не ширпотреб, а именно занимались творчеством, настоящим творчеством. Начал собирать, перелистал, как говорят, листать можно записным книжек слева направо, справа налево. Смотрел, а оказалось, что можно подойти к Вилле Токареву с его песнями, шансонами, можно подойти к Никасу Сафронову, известному скульптору, и так далее. И как так начал собирать материал, получилось, что очень много. Куклачева. Куклачев Юра, под которым мы встретились, Олег Попов, с которым я встречался, поехав на выставку в Нюрнберг. Я встретился, он живет в Нюрнберге. Я говорю, Олег, е-мое, мы же с тобой жили на одной улице. Я правда бегал за тобой, когда ты в кепке ходил, своей клетчатой. Ему 80, кстати говоря, в этом году исполняется. Да, и вот он, а ты, говорит, что делаешь? Я говорю, инструментальный журнал. А я всю жизнь свои все аттракционы делаю сам. Слушай, мне это нравится, оставь журнал. встречи такие непростые привели к тому, что из 120 полос еле-еле успел 80 собрать, выпустить, и сейчас идет верстка нового номера. Вот так получилось, что кризис повлиял на меня. Хорошая история. Да. Но ты его собираешься как? Он будет где-то распространяться, или он идет просто как довесок к этому журналу? Нет, это совершенно самостоятельный проект, и распространение, естественно, я... Это же самое главное. Не самое главное, но вопрос стоит, когда подразумевается под распространением сбора денег, продажи журнала, как он будет распространяться, я придерживаюсь принципа презентативной системы общения, когда из рук в руки, когда этот журнал на выставке, когда люди приходят специально, потому что, к сожалению, великому, это я понял еще больше 10 лет назад, те, кто ездит на очень хороших машинах в Союз Печати, не останавливаются, а те, кто бабушки, проходят мимо Союз Печати, они тоже ничего там не покупают. То есть распространение по системе до перестроечной, оно сложное. Если редакционная подписка, это конкретно к тебе пришли за твоим журналом, тебя знают, и тебя хотят его журналом. В Союз Печать может похвастаться, может быть, издательство «Молодая гвардия», «Московский комсомолец», это уже по нашей жизни такое было. А где «Наука и жизнь»? Кто ее подписывает? А это был наш журнал. Где это все? Хороший журнал был. И был хороший журнал. Он есть, он существует, но кто-то его видит. Поэтому сегодняшняя жизнь, она вот этот новый журнал, он для более широкого круга читателей, пользователей, я все-таки его продолжаю делать не сугубо гламурные, а сплошные фотографии крупным планом, стараюсь сделать текстовые материалы, чтобы было что почитать. Это опять и выставки, но тема развилась. Это искусство, творчество, мода, все, что было вокруг. Ну, опять же, моя же тема с галстуками, моду проходит. Это же муская мода. Остался журнал «Инструментальный мир». Он выходит, верстается, потому что бизнес продолжается, стройки продолжаются. Инструмент покупает, инструмент обработает, машина ремонтирует. Это все живо. Меньше стало, меньше. Я вернулся только что с Кернинской выставки. Ну, как критерий, еще лет 6-7 назад во время выставки невозможно было пиво в Кернин попить. Потому что наших было столько народу, гостей со всего мира столько народу было, ну, просто везде. Даже гостиниц не хватало. Гостиницы были заняты в Бонне, в Юссельдорфе. Пригоняли теплоходы из Франции, трехпалубные, и заселяли дилеры, ну, все, кто, партнеры. Вот это было, это я застал. То есть практически можно было перейти реку только с парома на паром переходя. Да, сейчас меньше, сейчас выставка маленькая, компактная, да, засилие китайцев. Ну, тут уж система там, и здесь, и везде. Вот, но жизнь продолжается. На что в первую очередь обращаешь внимание в новой стране? У тебя есть какие-то такие точки, на которые вот только ты обращаешь внимание, как с таким техническим взглядом, скажем так? Ну, если с техническим взглядом, и вот с моим маленьким хобби, то я, мне удается с каждой выставки, с каждого нового города найти, как я раньше сказал в Англии запонки с пилой и с молотком. Никто их никогда не видел там, в жизни их никто не видел. Ну, кроме, может быть, самих англичан. Вот. А так вообще мне нравится, вот, люблю ходить пешком, смотреть город, аура города. Ну, это, кстати, восприятие совершенно родное. Город на машине, город пешком. Да, это экскурсия. Город с экскурсией, или ты сам ходишь. Стараюсь ходить, потому что экскурсия, само собой, если удается организовывать, посмотреть, поездить, послушать профессионалов, это одно. Но посмотреть своими глазами и зайти туда, куда автобус не заходит, для меня это очень важно, мне это вкусно, нравится. Ну, подошел к Эйфелевой башне, стоит толпа народу. У меня не так много времени было в Париже, все-таки надо было работать и стоять в очереди в Париже на Эйфелеву башню. Вот я пошел ее, прошел под ней и поехали в музей Наполеона. О, поехали в музей Наполеона, пришли, приехали в Лондон, куда идти, да, вот набережная, вот экскурсия, да, поехать туда, обратно, посмотреть, а потом пойти по городу. А вот он, мост, а это что, а это Мазан Тесо. Туда не возили, на экскурсии, там показали, где-то он есть, зайти вовнутрь. А вот, о, вот он скотал тверд, опа, как его, с автобуса не пощупаешь, не подышишь. Конечно, это уже впечатление, это вот гулять, гулять, ходить. Опять же, новое хобби появилось много лет назад, уже лет 6-8 назад, я в первый раз попал на блошиный рынок, для кого-то это бизнес, для меня это просто ощущение, чувство, и, опять же, поиск второй моей коллекции старинного инструмента, всякого разного, чудного или чудного, поиск всяких чудиночек и каких-то таких вот вещей, которые только могут быть здесь, в этом городе. Вот это еще одно впечатление всегда, будь то Париж, Лондон, Кельн, Чикаго, тоже впечатление. Обычно ближе к финалу, передачи, я прошу гостей поделиться моделью, рецептом счастливого путешествия. У тебя такое есть? Ну, не знаю, назвать ли это счастливым, пусть для меня, как бы, посечение выставок, это, ну, получается так, что это и путешествие. Ну, так совпала любимая работа, и результатом стала поездки по, будь то, Брно, вот, ну, посещая выставки, я путешествую, я узнаю страны, города. Очень удивился, однажды, хозяин фирмы с парки, когда я его очень попросил на семинаре, который проходил на побережье, съездить на завод. Он говорит, ну, ты вообще герой. Я говорю, так я приехал, вообще, отдохнуть, и, ну, на берегу моря, мне же интересно, вообще, вот, посмотреть сам завод, я как производственник, и как технар, мне это интересно. Так получилось так, что потом все спрашивали, слушай, вообще, Болгария небольшая, туда-обратно промотались, проехали, ну, так я же проехал практически всю Болгарию, только для того, чтобы в побережье попасть. Все сидели, на берегу отдыхали, а я впечатлениями насытился. Но... Совпало совершить великолепное путешествие. Да, а получилось, что совпало. И вот как сказать, вот это для меня... Ну, слушай, рецепт прост, получается, то есть, совмещаете свои, так сказать, производственные дела с путешествиями, и все будет отлично. Приятное с полезным. Приятное с полезным. Ну, и обычно рассказывают веселую, поучительную байку о своих путешествиях. Вот байка от тебя, от Легерманова. Путешествия. А, было. Значит, однажды на выставке деревообработки в Милане тоже выдался день. Выставка закрылась, и до отлета там денек погулять по Милану. Гуляешь, город небольшой, то есть, от гостиницы до выставки ходил поперек, вдоль, карту купил. Так, ну, без цели. Суббота, тем более выходной. Все там уехали. Выхожу с какой-то улочки на встречу и идут друзья. И люди, с которыми не виделся лет 12, которые живут в Америке, встретить их в центре Милана, даже не в самом центре, скажу, так, ну, где-то. Ты говоришь, что здесь делаешь? Я говорю, как ты чего делаю? Я работаю, на войск приехал, и мы отдыхать. Ну, так получается, что мир-то тесный, вот он теперь так совпал. У меня было одно время, когда я кучу народа перевстречал в Нью-Йоркском Сабвее, то есть, вроде бы, место такое, ну, вот едешь, я там какое-то время жил, и людей, которые там, ну, там 10-15 лет назад были, вдруг, они там появлялись. Было какое-то для меня мистическое вот это вот Нью-Йоркский Сабвей, вот теперь еще одно место Милан. Вот, ну, на этой ноте мы и закончим. Спасибо гостю, что пришел, беседа, по-моему, содержательная получилась. До новых встреч. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова